Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересной зимней приманке. Это бокоплав от компании BAT. Моделька называется Flank. Данный бокоплав поставляется в таком-то фасовочном пакете. Всё довольно-таки бюджетно. Имеет вес 15,5 грамм и расцветку 7. Сам бокоплав имеет длину тела, без учёта, например, тройника, 5,5 см. Сам бокоплавчик выглядит таким вот образом. Как правило, приманки предназначены для ловли в зимний период времени, но также можно использовать и в летний период при отвесной ловле, например, с лодки. Как правило, бокоплав лучше всего работает по судаку, но в прилове может, конечно, попадаться и щука. Чем интересна эта приманка? Тем, что она, во-первых, изготовлена довольно-таки несимметрично, как можно видеть. С одной стороны у нас имеется углубление, с другой выпуклая часть. Причём это всё не имеет никакой симметрии. Данное отверстие предназначено для фиксации приманки непосредственно к леске. Крючок жёстко впаян в тело самого бокоплава и установлена такая вот чёрная опушечка. Крючок очень острый и мощный. Абсолютно никаких нареканий не вызывает. Расцветка в данном случае белое тело и имеет розовую такую розоватую головную часть. Никаких здесь детализаций больше вообще нет. Приманка интересна тем, что у неё, в отличие от обычных балансиров и прочих зимних приманок, у неё смещённый центр тяжести. То есть, когда мы подвешиваем, допустим, за леску, как можно видеть, у нас бокоплав несимметричный. Он как бы, условно говоря, однобокий. Это создаёт довольно-таки интересную игру, которая привлекает судака. Играет он, как бы, описывая окружность. То есть, подбрасываем вверх, затем бокоплав как бы начинает падать, опускаться и описывает вот такой вот, условно говоря, круг. То есть, окружность. Очень интересная игра. Ни один балансир такую игру повторить не может. Соответственно, по монтажу здесь бывает, допустим, насквозь либо привязывают к карабинчикам, узлом, ну и так далее. В принципе, тут понятно. Также бывает, насквозь продевают леску, либо флюорокарбоновый поводок какой-то. И на конце данной лески через, соответственно, бусинку фиксируют тройной крючок. То есть, приманка у нас опускается, упирается в бусинку и ниже, соответственно, располагает тройной крючок. С таким монтажом, соответственно, засекамость более хорошая, но игра данного бокоплава становится менее размашистой. По пассивному судаку, конечно, это всё пойдёт. Но по активному, скажем так, чем больше окружность описывает приманка, тем большую площадь, условно говоря, можно пробить данной приманочкой. Далеко, конечно, бокоплав не уходит от лунки, но всё же. Также можно как бы подмармышивать данным бокоплавом. Он как бы потихоньку медленно разворачивается на месте. То есть, тоже довольно интересная игра создаётся. По судаку я, конечно, его не применял. Судака у нас очень мало. Просто приобрёл для интереса. Попробовал, скажем так, при отвесной анимации. Да, игра действительно довольно-таки интересная. Приманку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод рыбалка34, который даёт скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok